Привет, мои биатлонные друзья! Завтра состоится заседание правления СБР, где предстоит решать вопрос по критериям отбора. 7 человек, входящих в состав, будут голосовать и, соответственно, простым большинством голосом либо примут их, либо не примут. Судя по тому, что сказал Иван Черезов в интервью, возможно, какие-то корректировки и очевидно, что представитель Удмуртии в этом органе не согласен с предложенной старшим тренером системой, которая абсолютно непрозрачно, непонятно и даже шестое место по результатам контрольных сборов Шашилов может распределять по своему усмотрению. То есть, не обязательно отдать его лучший из спортсменок, а скажет, вот, я так вижу, я художник, понимаете ли. И, конечно, беспрецедентный случай, как я уже говорил, когда такие критерии принимаются, что все отдается на откуп старшему тренеру. И интересно, как себя поведут члены правления, как себя поведет президент СБР Виктор Майгоров, прислушается ли он к определенной части биатлонной общественности, которая возмущена сейчас попыткой Шашилова таким образом узурпировать все принятия решений в женском биатлоне. Ну и, соответственно, к чему все это приведет, мы завтра узнаем. Другие новости из близлежащих стран, они проходили как бы параллельно, у них чемпионаты национальные, но мы занимались своими внутрироссийскими делами и как-то не обращали на них внимания. Так вот, в чемпионате Украины дебютировала биатлонистка Дарья Сидорова, которая у нас представляла Тюменскую область. В первой гонке она заняла седьмое место, хотя после стрельбы лежа в спринте шла даже второй, и, в общем-то, все очевидцы отмечают, что потенциал у девушки есть. Владимир Брынзак уже заявил, что находится в стадии оформления украинское гражданство, сама она с прессой пока не общается, ну и, видимо, сначала хочет, чтобы решились какие-то судьбоносные для нее вопросы. В Белоруссии также есть проблемы, прошел национальный чемпионат, и вся шестерка мужской сборной, весь основной состав не принял там участия. Причина банальна для всех нас, это как бы особо актуально в эти дни, ковид, и коронавирусная инфекция настигла их на горном сборе. И вот обозреватель Руслан Васильев как раз в статье своей достаточно печально рассуждал на тему перспектив белорусского биатлона, потому что и работу в Анхольце не удалось из-за этого сделать полноценно. И дальнейшая проверка уже в Раубичах прошла мимо, и, в общем-то, как дальше, главное, восстанавливаться, кто как перенесет болезни спортсменов, на что будет команда похожа. То есть, вот пример, когда кто-то один приносит вирус, и все это стремительно распространяется. При этом спортсмены, насколько я знаю, были вакцинированы, но все равно это как-то не сработало. Поэтому тут ситуация очень сложная, но надеюсь, что нашей команде удастся этого избежать, и избежать тех ошибок, которые допущены были перед прошлым сезоном. Ну и, помимо всего этого, члены правления занимаются не только принятием критериумов, но и другими вопросами. Кстати, вот недавно в СБР Совет ветеранов возглавил Геннадий Раменский, наш заслуженный тренер, в свое время возглавлявший национальную команду. И сейчас он перенял вот это знамя старейшины из рук ушедшего из жизни Александра Васильевича Привалова. Геннадий Михайлович ведет бурную деятельность и собирается как бы поднимать ветеранский актив. И вот такая встреча назначена на 6-7 октября в Москве, куда приглашаются многие ветераны биатлона из разных регионов. Я знаю, общался с ними, они все говорят, что вот звонит Геннадий Михайлович Раменский, приглашает. Ну, а поинтересовавшись, а кто же организует эту встречу, за чей же счет банкет. Так вот, люди рассказывают, что нашел, дескать, спонсора. И спонсор этот оплачивает и дорогой отель пятизвездочный, и ресторан. И, в общем-то, по полной программе гуляйте не хочу. Спонсор этот, как вы догадались, будущий кандидат в президенты СБР, ныне первый вице-президент СБР. Алексей Викторович Нуждов, который, как видим, располагает приличными деньгами, оказывается, и регионам помогает он. И журналистов подкармливает, подпаивает, организовывая подобные мероприятия. И ветераны не остаются в накладе. Но обычно, обычно, по моему опыту, а я давно слежу за политической деятельностью, за всякими выборами, еще, собственно, когда все это начиналось, в регионах, и если депутат, особенно на каких-то местных, локальных выборах, старается активно поддержать денежки этих, пятых, десятых, то потом, как правило, обязательно отобьет дивиденды. И здесь мы видим, что Нуждов крайне заинтересован в том, чтобы занять пост президента СБР. Для чего ему это надо, нам еще предстоит выяснить. Но, видимо, человек какие-то политические задачи хочет решать с помощью этого поста. В конце концов, это выход на определенный уровень, на уровень губернаторов, глав регионов, которого, может быть, сейчас нет в нынешней должности и статусе. В свое время этим занимался, кстати, Владимир Петрович Драчев, но как-то вот у него не пошло, и срок его оказался работы недолог. Ну, а что касается Нуждова, тут, как говорится, история понятна. Нужно этих ублажить, других, тех, пятых, десятых. Но цель в итоге должна будет оправдать средства. Поэтому, если средства затрачиваются, то дивиденды, уж поверьте, такой прагматичный человек обязательно свои заберет. И заберет с лихвой. Поэтому, как говорится, делайте выводы, стоит ли на такую пропаганду вообще вестись. Ну, а завершить сегодняшний выпуск мне бы хотелось, процитировав моего друга, одного из любимых биатлонистов Себастьяна Самуэльсона, который нет такой темы, к которой он был бы равнодушен и по которой бы не высказался. И вот, в частности, он прокомментировал возможное исключение каннабиса, марихуаны из запрещенного списка ВАДА. При этом высказал достаточно здравую мысль, заметив, что, с одной стороны, конечно же, это не сравнить с какими-то сильными веществами, с эпо или стероидами. И считать допингом, который улучшает результат, конечно, марихуану нельзя. Но, с другой стороны, наркотикам не место в спорте. Если вы помните, в 98-м году сноубордист канадский Рос Рибальятти завоевал золотую медаль и потом сдал тест, допинг-тест, и там была обнаружена марихуана. Ну, естественно, это был шок в то время, что делать, а оказалось, что ее в запрещенном списке нету. И, соответственно, никаких санкций к спортсмену применено быть не может. Так что же, получается, первый спортсмен в истории вида спорта наркоман, и вот тогда включили марихуану в список ВАДА. Что в некоторых случаях не обязательно улучшение результата, это может быть просто являться плохой пропагандой спорта, аморальным и так далее. Но постепенно отношение к марихуане меняется, и мы видим сейчас во многих странах, особенно в Соединенных Штатах, она легализовывается. И, соответственно, уже не считается каким-то серьезным наркотиком, а примерно спускается на уровень сигареты и алкоголя. Ну, а что же теперь спортсменам еще курить и выпивать запрещать? Так вот, и в данном случае окно Авертона расширяется, и не исключено, что марихуану также легализуют, ну, запретят разве что выходить на старт соревнований на куриным. А если просто найдут в пробе, ну, ничего страшного. Вот, собственно, такие у меня мысли по этому вопросу. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.